Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Need for Speed, Жажда Скорость. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Форсаж 7 2015 года. Они покорили Токио, Рио, Лос-Анджелес и Лондон, но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ. Мстители. Эра Альтрона. Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон, искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация ЩИТ распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом. Потому люди вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли, Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся эры Альтрона, где нет места для людей. Человек-муравей. Вооружившись удивительной способностью уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой, мошенник Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование костюма Человека-муравья от угроз нового поколения. Первый Мститель. Другая война. После беспрецедентных событий, впервые собравших вместе команду Мстителей, Стив Роджерс, известный также как Капитан Америка, оседает в Вашингтоне и пытается приспособиться к жизни в современном мире. Но покой этому герою только снится. Пытаясь помочь коллеге из агентства ЩИТ, Стив оказывается в центре событий, грозящих катастрофой мирового масштаба. Для того, чтобы разоблачить владельский заговор, Капитан Америка объединяется с Черной Вдовой. К ним также присоединяется новый соратник, известный как Сокол. Однако никто из них даже не подозревает, на что способен новый враг. Фассаж 6. После того, как Доминик и Брайан побывали в Рио, где они ограбили и свергли империю вора в законе, их команда получила 100 миллионов, и наши герои оказались разбросаны по всему миру. Но их привычка вечно жить в бегах не дает им покоя. Между тем, Хоббс отслеживал организацию смертельно опасных наемников-водителей по 12 странам. Единственный способ остановить эту криминальную группу – это превзойти их на улицах. Поэтому Хоббс просит Доминика собрать его элитную команду в Лондоне. За это он обещает полное помилование для Доминика и его друзей, чтобы они наконец смогли вернуться домой, к своей семье. Гонка Когда из морских глубин поднялись легионы чудовищ, известных как Кайдзю, началась война, которой суждено было забрать миллионы жизней и свести человеческие ресурсы почти к нулю всего за несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами, было создано специальное оружие – огромные роботы, названные Джеггерами. Они управлялись одновременно двумя пилотами, чьи сознания соединены с помощью нейронной связи. Охоньки на ведьм Едва не погибнув в лапах ужасной ведьмы, Гензель и Гретель стали только сильнее. Одержимые местью, они ведут отчаянную борьбу со злом, даже не подозревая, что их поджидает нечто куда более опасное – собственное прошлое. Фортаж 5. 2011 года Бывший полицейский Брайан Аконнор вместе с бывалым лихачом Домиником Торетто совсем немного увлеклись жизнью вне закона. После того, как Брайан и Мия Торетто освободили Доминика, они не рискуют долго задерживаться на одном месте, так как являются желанной целью порядком недовольных копов. Пункт назначения 5 У Сэма Лоутона происходит жуткое видение. Подвесной мост, на котором он находится со своими друзьями, рушится, и многие люди, включая его самого, погибают. Сэм начинает паниковать и уговаривает своих друзей и еще нескольких счастливчиков уйти с моста. И как раз вовремя, как и предвидел Сэм, мост рушится на их глазах, и множество людей погибает. Однако Сэм и его девушка Молли понимают, что смерть дала им лишь отсрочку, так как выжившие начинают погибать один за другим. Он должен понять, как обманув однажды смерть, обмануть ее еще раз, прежде чем настанет его очередь. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!